МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с Михаилом Игнатьевым в торжественном перерезании ленточек участвовали главы муниципалитетов. Достойная замена импортной продукции. В Батыревском районе открылся новый мясоперерабатывающий цех. Два года и 36 миллионов рублей из своего кармана понадобилось Решиту Санзяпову, чтобы построить цех. Сегодня ситуация непростая на рынке. Тяжело сегодня анализировать и как бы дальше предсказать поведение рынка. Поэтому мы будем ориентироваться именно на рынок Чувашии, в первую очередь, нашей республики. Будем ориентироваться на дошкольное питание, школьное питание. Мы уверены, что мы войдем туда. Мы уже заходим, производим чисто из чистого сырья. Сырье свое у нас, качественная продукция. Сейчас на предприятии трудятся 13 человек. И за одну смену здесь изготавливают 3 тонны мясных продуктов. Дилия Забирова работает технологом в ЦИХУМ. Для девушки это первое место работы. И она нисколько не жалеет о своем выборе. Работа нравится, специалисты все хорошие, коллектив молодой. Тушенку мы готовим из конины, из говядины. Без добавления всяких химикатов. Все натуральное, сырье свое, выращиваем говядину конину сами. От мяса к овощам здесь тоже хорошие новости. В деревне Старой Тойсе заработало новое овощехранилище. Сейчас в крестьянско-фермерском хозяйстве Валерия Кузнецова 150 гектаров посевных площадей. Здесь есть и лук-сивок. Он, кстати, поставляется в Амурскую, Сверловскую, Новосибирскую, Челябинскую области. 30% лука-сивка России выращивается здесь, в Батыревском районе. Всего на территории района открыто 20 овощахранилищ. В этом году только наподобие этого, с последними требованиями техники, открыли 6 овощахранилищ объемом 500 тонн. Вопросы привлечения инвестиций в экономику муниципалитетов, развития налогового потенциала, подготовки к проведению в 2017 году государственной кандастровой оценки объектов недвижимости в Чувашии, а также состояние дорог и придорожных полос республиканского и местного значения. Все эти вопросы глава Чувашия обсудил на совещании с главами администрации муниципальных районов и городских округов республики. По эффективному использованию и земельных участков, и имущества республиканской собственности, у нас четко работа налажена. Никаких проблем нет. Чтобы информация об общем объеме инвестиций была доступна всем главам муниципалитетов, рекомендовано теснее взаимодействовать с предприятиями в вопросе своевременного представления в органы статистики данных. Одна из задач, стоящей в настоящий момент перед муниципальными образованиями, создание условий для повышения качества жизни населения. При этом в новых экономических условиях ее невозможно решить без привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. От развития реального сектора экономики малого и среднего бизнеса зависит благополучие ее жителей. Чувашская продукция экологически чистая, и она должна продаваться в магазинах шаговой доступности. Это, пожалуй, одна из главных мыслей совещания. Ее надо поставлять и в комбинаты, занимающиеся детским питанием. Юлия Важенина, Республика. Выпавшие в минувшее воскресенье снег и массовое отравление детей в Чебоксарской школе номер 43 стали основными темами еженедельной планерки с главой республики. Подробнее Ольга Пырочкина. Зима наступает. Так, Максим Ильич, прошу коротко доложить, какая обстановка в целом в СССР ЖКХ. Есть местечковые проблемы, связанные с аварийностью. Вот на прошлой неделе у нас было порядка четырех аварий, где более тысячи человек у нас остались без тепла, но не более четырех часов. Сейчас на данный момент без отопления ни одного дома у нас в республике не остается. Что касается ситуации на дорогах, то здесь зимняя погода и первый снег особых проблем не принесли. Дорожное полотно обрабатывают реагентами, снег убирают. Однако для ДТП хватает других причин. За прошлую неделю на дорогах республики в 24 авариях погибли 6 человек. В основном это федеральная трасса, где засыпает или же превышает скорость, выходит на встречную полосу. А линии пока дорожных служб в этом плане нет вопросов. Зато много вопросов к организации школьного питания после массового отравления детей в Чебоксарской школе номер 43. По последней информации, шестерым школьникам поставили диагноз «острое кишечное заболевание». Еще 14 – пищевая токсикоинфекция. Сегодня последнего человека выписали из больницы. Были отобраны пробы смывов, пищевых продуктов, воды водопроводной, холодной, горячей, также пищевых суточных проб и бутилированной воды из кулера. Также отобрали дезинфицирующие средства. На сегодня вышли смывы из 25 смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки, в 9 выявлена кишечная палочка. То есть с посуды, столовых приборов, с полки для хранения хлеба, ручки для холодильника и так далее. 36% смывов – такого у нас никогда не было. Это говорит о том, что не проводится текущая обработка инвентаря и оборудования. А еще нарушались правила хранения и время хранения продуктов, их приготовления и многое другое. Если сейчас Роспотребнадзор получше будет проверять, мы еще с какими-то попивающими фактами будем сталкиваться. Хотя в школе мы, практически в школах, оборудование 100% поменяли. Нам новые оборудования. Для этого выделили огромные финансовые средства. А в итоге вот последствия. На особым контроле у ведомства теперь и компания, которая занималась организацией питания в этой школе по контракту. Я ответственность себя не снимаю. Мне очень стыдно, что я подбила вас, Чувашскую республику, город. В настоящее время все нарушения устранены. Завпроизводством устранена и будет освобождена от должности. Бригада будет расформирована. В коллективе обсудили с технологами меню. Изучили все, что могло повлечь в такую беду. Продукты исключаются. Такого не повторится, если создать в регионе единую систему поставщиков школьного питания и закупать продукты у местных производителей, отметили в Роспотребнадзоре. Их качество в ведомстве хорошо знают. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Расширенная коллегия ведомства – это хороший повод, как обсудить, как развивается отрасль и какие задачи в приоритете. Обстоятельный разговор сегодня шел в спортивном сообществе. В нем принял участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. Внедрение комплекса ГТО, подготовка спортивного резерва, развитие материальной базы – это далеко не весь список вопросов, стоявших в повестке коллегии. Министр Сергей Шелтуков отметил, что число жителей Чувашии, систематически занимающихся физической культурой, постоянно растет. Больше стало и спортсменов, выступающих на соревнованиях российского и международного ранга. Более 100 спортсменов приняли участие на международных соревнованиях и завоевали 75 медалей. Продолжаем работу по привлечению в Республику всероссийских и международных соревнований. Проведение каждого из них, конечно же, помогает нам в развитии того или иного вида спорта. За 9 месяцев 2016 года на территории Республики проведено 61 всероссийское соревнование, 11 межрегиональных, 239 республиканских соревнований, в которых приняли участие более 160 тысяч человек. Особое внимание уделили внедрению комплекса «Готов к труду и обороне». Чувашия входит в десятку лидеров по количеству зарегистрированных на всероссийском портале ГТО. Однако число сдавших нормативы на тот или иной знак отличия далеко от установленной планки в 30%. Сегодня более чем из двух тысяч школьников уложиться в нормы удалось лишь 18%. И здесь возникает два вопроса. Все ли сделано для повышения уровня преподавания? И насколько физически здоровы ребята? Уделили время и финансовым вопросам. Мы сейчас проект бюджета на трехлетний период рассмотрели. На спорт мы финансирование снижать не собираемся. Вот это для вас перспектива. То есть 2017, 2018, 2019 годы. Цифры они обозначены. Единственное, мы занимаемся оптимизацией расходов. Нам не надо много начальников. Вот тренерский состав должен соответствовать. На вопросы кадрового обеспечения и расширения материальной базы обратили особое внимание. Сегодня в Чувашии работает около тысячи тренеров, на чьи плечи возложено воспитание более 40 тысяч спортсменов. Сегодня в Чувашии работают около тысячи тренеров, на чьи плечи возложено воспитание более 40 тысяч спортсменов. Дальнейшее увеличение количества занимающихся невозможно без увеличения численности специалистов. В республике продолжают строиться футбольные поля, региональный биатлонный центр и реконструируются к чемпионату мира по футболу стадионы «Спартак» и «Олимпийский». Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. Новость, которая потрясла всех без исключения. В микрорайоне Альгешево в мусорном контейнере обнаружили тело мужчины. Сегодня стало известно, задержали подозреваемого в этом жестоком преступлении. Днем 28 октября текущего года в мусорном контейнере у дома номер 6 по улице Роза Люксембург в поселке Альгешево в городе Чебоксары, а в последующем в одной из квартир указанного дома и на городском мусоросортировочном комплексе были обнаружены части расследованного тела мужчины в кратчайшие сроки установленной личности как потерпевшего, так и подозреваемого. Ими оказались жители столицы республики в возрасте 63 и 66 лет соответственно. В течение нескольких часов подозреваемый оказывал активное сопротивление задержанию, обороняясь вилами. Тем не менее, его действия были пресечены, и он был доставлен к следователю на допрос. В ходе допроса о своей причастности к убийству злоумышленник не отстал. По предварительной версии следствия, в ходе ссоры, возникшей между ним и потерпевшим после совместного распития спиртных напитков, последний стал предъявлять ему претензии по поводу того, что тот плохо играет на гармошке, нанес несколько ударов от полученных телесных повреждений, потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник, выпив валерьянки, лег спать. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается. Как начать свое дело и при этом не прогореть? Решить эти вопросы помогает федеральная программа «Ты предприниматель». Вчего же она реализуется несколько лет? Какие она дает результаты, что нужно сделать для того, чтобы осуществить свою мечту, узнавала наша съемочная группа? Чтобы бизнес приносил доход, необходимо знать и учитывать целый ряд факторов. И зачастую молодому бизнесмену нужны консультации и поддержка. В этом году в профильном обучении по программе «Ты предприниматель» примут участие около 2000 человек, по итогам которого 60 из них получат господдержку на открытие собственного дела. Задача вести предпринимательскую деятельность, не бояться быть лидером, не бояться писать свой проект, реализовывать, управлять финансовым, денежным потоком, разбираться в продукте, упаковке продукта, маркетинг. Ну и в принципе все, что нужно и волнует предпринимателя изо дня в день. Программа расширила свою географию. Получить новые знания и навыки смогут жители всех районов Чувашии. Возрастной критерий также не помеха. Обучающие занятия, тренинги и олимпиады проводятся и среди школьников. Благодаря тому, что мы начинаем решать эти вопросы уже сейчас, мы становимся конкурентоспособными. Поэтому я считаю, что программа «Ты предприниматель» очень важна. И я рада, что смогла поучаствовать в них. Цель всех занятий – успешный стартап. И таких примеров немало. Екатерина Николаева несколько лет назад открыла собственную кондитерскую. А совсем недавно победила в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» и представить республику на федеральном уровне. Довольно приятно, довольно неожиданно. Не думала, что буду одерживать победу какой-либо номинации. Да, пожалуй, есть какая-то ответственность теперь дополнительная, потому что нужно держать марку. Нужно стараться дальше, чтобы в следующем году добиваться больших результатов и радовать своих клиентов все больше. Чтобы осуществить свою мечту, достаточно сделать первый шаг. Нужно оставить заявку на участие в программе на сайте «Ты предприниматель». Обучение начнется уже в ноябре этого года. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Мастерская подача. Учитель чуворского языка на учебоксарской гимназии номер 6 Нелли Краснова взяла гран-при всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский языков. На одном из уроков педагога побывала и наша съемочная группа. На своих уроках Нелли Анатольевна цитирует стихи чувашских поэтов. В этот раз Петра Хузангая. Учительница вовлекает в занятия каждого ученика. Я на урок чуворского языка хожу с удовольствием. Мне очень радость, как преподает Нелли Анатольевна. Она сразу очень хорошо объясняет. Контрольным мы большинство пишем на 5 и всегда понятно все. Дает всегда полезные домашние задания. Недавно мы рисовали древо жизни. Это мое древо жизни. И я узнала много о моих прабабушках и проделюшках. Раньше я этого не знала. Но мне это было очень полезно. Своими методиками преподавания Нелли Краснова решила поделиться с другими коллегами. В общей сложности на всероссийский мастер-класс было подано более 300 заявок из 56 регионов России. Конкурс проходил в два этапа. На заочном нужно было прислать видеоурок, а на очном провести мастер-класс. И с ним она справилась блестяще. Первая из 40 участников. После первого этапа мастер-класса уже видно было, что действительно работа наша отличается очень сильно на фоне других. На всех этапах получилось так, что у нас были первые места. В этой гимназии Нелли Анатольевна преподает уже 19 лет. Во многом благодаря ей ученики знают и любят родной язык. А коллеги ценят за новаторский подход к обучению. Более творческого, инициативного, креативного работника, наверное, я не видела за эти годы работы. И действительно очень ответственная, очень отзывчивая. Всегда с детьми находит общий язык. Я думаю, что Нелли Анатольевна вообще у нас пример для подражания, ну, для всех педагогов гимназии. И мы будем на нее равняться. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Вместе за безопасность дорожного движения. Этот республиканский социальный проект вот уже три года привлекает внимание общества к соблюдению правил дорожного движения. В его рамках проводится большое количество разнообразных акций, конкурсов, викторин. В Канаше прошел очередной этап проекта. Чтоб жить весна и огорчений, чтоб бегать в пупах и летать, должны быть правила движения всегда и всюду соблюдать. Встань заметнее на дороге. Под таким названием прошел республиканский конкурс юных инспекторов движения. Восемь команд соревновались, кто же лучше знает правила дорожного движения. Визитка команд, оказание первой медицинской помощи, езда по автогородку, фигурное вождение велосипеда, исторический авторакурс. Ко всем этим этапам конкурса участники готовились основательно. Кроме того, состоялся танцевальный флешмоб под необычным названием «Регулировщики движения». По итогам конкурса третье место заняла команда юных инспекторов движения Азимсерминской средней школы в Урнарском районе. Серебро получил отряд из Ухманской школы Канажского района. Ну а лучшей стала команда детского дома творчества города Канаж. Все участники получили дипломы и светоотражатели, чтобы стать заметнее на дорогах. Эй, дружок, в ответ хочу! И я не плите! Пусть тебя во все дороги разлютит водитель! Юлия Важенина, Республика. Первые соревнования по спортивной гимнастике и легкой атлетике состоялись в Республике 95 лет назад. О том, как это было, напоминает выставка. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Выставка не иначе, как экскурс в историю чувашского спорта. Здесь представлены лучшие моменты, судьбоносные победы наших спортсменов, в разные годы представлявшие Республику на самых престижных турнирах планеты. В экспозиции награды, документы, фотографии. Наши медали мы увидим только сами. Наши родственники иногда берем с собой, показываем школьникам. Я считаю, что наши медали заслуживают того, чтобы их видело больше народа. В жизни каждого человека есть моменты, которые помогают делать правильный выбор. Уверена другая знаменитая спортсменка Олимпиада Иванова. В детстве она мечтала стать врачом, но с появлением нового учителя физкультуры поняла, что спорт – ее призвание. Свои достижения она считает не меньшим стимулом для других людей. И действительно, после просмотра наших медалей у кого-то появится желание заняться спортом. Те, кто уже занимаются, с двойным усердием, чтобы занимались. Именитая Майя Костина совершила около 7 тысяч прыжков с парашютом. В ее копилке 38 рекордов мира, Европы и СССР. Она стояла у истока взрождения профессионального спорта в нашей республике. Когда другие спортсмены, которые занимались спортом, и вдруг у нас чемпионка мира, а мы что, хуже. И потом пошло просто плеяда вот этих олимпийских чемпионов. 68-й год Валериан Соколов, дальше Ярды, и дальше пошло, пошло, пошло олимпийцы. Вот они все стоят. Звонкие имена рекордом теперь дают уже другие спортсмены. А эти навсегда стали легендой мирового и чувашского спорта. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика. Напомним, наши новости и программы вы можете смотреть на нашем сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин